всем привет как всегда спасибо вам за то что пишите комментарии за то что материально поддерживаете канал это я очень люблю очень приятно да спасибо большое но и достал я очередную пластинку с полки своей не эту это тоже достал я сам себе противоречу конечно достал раз она в моих руках а вот эту эрик лаптон возхия или и си возхия как написано на ложке 1975 год с концертный альбом эрик лэптон ну я предвижу конечно комментарии предвижу что очень много специалистов просто настолько много музыкантов и специалистов и виртуозов и люди пишут там ну какой-то гитарист там и и клэптон вот вот этот или вот тот это да рик лэптон прекрасный гитарист прекраснейший музыкант и одна из ключевых фигур рок-музыки конечно всей вообще в целом вообще если брать огромный хрустальный шар рок-музыки то эрик лэптон что в шаре он может делать он является тем самым элементом этого стекла без которого шар распадется да и что вы там про него не говорили наши специалисты сидящие на диванах вот как я такой да что а есть покруче если покруче да нет покруче вот я скажу нету покруче нету потому что все гитаристы разные все музыканты разные но я исключаю всяких таких как бы которым вообще все равно что играть но их как правило не слышно нигде все музыканты разные каждый крут по-своему каждый вносит свою ноту здание в здании музыки хрустальный шар здания музыки да чушь собачья в общем замечательный музыкант и критиковать его бессмысленно ну это просто глупость просто губ еще человек критиковать он прекрасный блюзовый гитарист как он играет это нам надо надо постараться и все равно ничего не получится потому что звук звук фразировка подача энергия динамика все все можно вот можно вот перечислять 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 фантастический гитарист я очень любил это вообще пластинка моей юности я учился в институте сюда первом курсе я очень любил эрика клептона все что выходило у клептона все пытался достать послушать в это мне помог очень наш товарищ саша старцев саша с кримами к сожалению покойный саша с кримами его звали потому что он собирал тоже все что связано с группой крим вот и как-то во мне уже тогда совмещалась и любовь к музыке эрика клептона и любовь к панк року и к новой войне и к джаз року я тогда еще не понимал вообще не слушал вопросы мимо шоу даже не даже не вошло внимание а джаз рок фьюжен это все было конечно уже близко еще делаю вывод что джаз рок и такая фьюжен это конечно музыка в 25 раз проще чем джаз и более поп-ориентированная но это не мой вывод это объективная реальность так вот эрик клептон восхи 75-ый год а то я заболтался слишком у клептона как вы знаете был очень непростой период в жизни когда он злоупотреблял злоупотреблял различными препаратами изменяющими сознание и в 1973 году где-то он от этих препаратов оторвался с помощью хороших друзей с помощью пита таунсенда в частности который помог вылезти замечательному гитаристу из этой пучины наркотической и реклептон записал два альбома 461 океанский бульвар который я покажу отдельно про него расскажу в силу своей любви к лептону и вот эту пластинку дарвиз даризуан и never crowd 74 год и оба этих альбома в общем конечно имели отношение к блюзу имеют отношение к блюзу прямое но они все пропитаны духом реггией все пропитаны солнечным светом мелодичные простые короткие песни клептон поет наслаждается свободой духа и сознания хорошо играет на гитаре но без этого вот всего без блюза и вот это вот ярости погружения в медитацию блюза ничего этого там нет две просто просто две очень хороших поп-пластинки записал эрик клептон ну и все так и решили что ну все клептон стал играть вот такую музыку шаля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля semi-шарди шерриф печня баба марли даст 461 оушн бульвард но буллер г-'н отправился в тур в 1975 году по англии и по америке отправился в тур с той же самой группой с которой записал предыдущие два альбома в группу входил замечательный гитарист Джош Терри, в частности, и певица, которую вы все знаете, Ивон Элеман, спевшая Арию Магдалины в опере «Jesus Christ Superstar». Молодая девчонка совсем, с отличным голосом, очень хорошо этим голосом владеющая. И вот, ну, плюс еще барабаны, бас, ударные клавиши. Клэптон отправился в тур. Чисто блюзовой программой. И вернул себя на пьедестал. На первое место, я так понимаю, среди всех белых гитаристов, играющих в блюз. Можно спорить, можно не спорить. От этого ничего не изменится. Можно вспоминать массу фамилий, так сказать, приводить. Я эти фамилии все знаю, но если по совокупности заслуг, то, конечно, Эрик Клэптон – это номер один в белом блюзе. Тут как бы вот что есть, то есть. И с этим надо жить дальше. Или не жить. Про «Блэк Саббат» я потом расскажу. И что мы имеем? Мы имеем здесь шесть песен всего на альбоме. Концерт, естественно. И с первой же песни Клэптон доказывает, что все у него в порядке с блюзом, что не ушел ни в какой регей, ни в какой поп-рок, а просто задал по-настоящему жару. В принципе, это одна из лучших концертных записей, наверное, Эрика Клэптона. Несмотря на то, что он только что очухался. Ну, два года назад очухался. Форму сохранил. Все в порядке. «Хэри Эвэл Лофт Эбумен» – песня довольно длинная версия здесь. Как пишут разные критики, одна из любимых песен Эрика Клэптона. Кто черт знает, что на самом деле является любимым у Эрика Клэптона, никто этого сказать не может, кроме самого Эрика Клэптона. Ну, пусть будет так. И песня начинается сразу с термоядерного соло Клэптона, которое подхватывает Джордж Терри. И на протяжении всей песни идет прекрасный дуэт двух замечательных гитаристов. Клэптона с таким плотным, очень плотным, округлым, но проникающим звуком гитарным. И Джордж Терри с более ярким тембром. И Терри иногда даже поет, когда Клэптон играет на гитаре и не успевает пропеть вторую фразу куплета. Терри ее, так сказать, подхватывает. В общем, сразу все становится на свои места. С первого уже номера все в порядке. «Presence of the Lord» – вторая вещь, которая была записана на пластинке «Blind Fate». Да, мы все помним. Дуэт с Ион Элемон вокальный. «Мягкое начало». Баллада «Presence of the Lord». И в середине знаменитый «Проигрыш». Вот я не люблю слово «проигрыш». Как-то проигрывать. Человек проиграл, да. Но тем не менее, как-то проигрыш. Когда тяжеленный, в стиле Led Zeppelin, просто задали жару «Будь здоров как». Ну, темп в два раза быстрее, да, чем начало. И вот этот вот инструментальный кусок, он прямо такой, настолько тяжеловесный, в хорошем смысле этого слова, качающий, тяжелый блюз-рок, такой быстрый. Прямо вот все в порядке. Со здоровьем у Эрика все хорошо. Дрифтин Блюз, песня Джонни Мура. Эрика играет на акустике, играет, это уже не начало концерта, он уже, так сказать, разыгрался, вошел в форму. Очень чисто, очень ярко, с отличной подачей на акустической гитаре, акустический блюз. Просто, просто наслаждение, просто, ну, конечно, вот это, вот это мастер, вот это мастерство. Очень хорошо. «Can I find my way home» песня Стива Винвуда, опять-таки, из репертуара «Blind Fate». Опять же, Силон Элеман поется, очень красивая баллада, такая баллада с акустической гитарой, тоже. «Can I find my way home» другие ноты, как всегда у меня, это нормально. Тоже с хорошим соло, приятным, но апогей, пластинки это «Rambling on my mind», традиционный блюзовый номер. И вот это уже разгуляево, гитарного, тяжелого блюз-рока. И уже понятно, что Клэптон здесь, как писали раньше, там в 60-е годы, Клэптон – бог, да, на стенах лондонских клубов. Писали подростки и студенты разнообразные. Бог не бог, не знаю, но это идеальная, конечно, песня. Кстати говоря, я почитал тут критические разные обзоры, этого альбома пишут, что ну, все хорошо, только вот сопровождающий состав не дотягивает до маэстро Клэптона, и что-то такое как-то отстает. Ничего там не отстает, все дотягивают. Два альбома было записано с этой группой Клэптоном, ровно с этим же составом его все устраивало. Но просто, видимо, эту песню они не очень хорошо репетировали. И когда дело доходит до грандиозного гитарного соло и до модуляций, потому что соло играется там несколько тактов в одной тональности, потом несколько тактов выше, несколько тактов еще выше. И Клэптон слышно, как он кричит мимо микрофона, в какой тональности, куда мы переходим, к какому аккорду мы переходим дальше. И из этого критики сделали вывод, что группа не умела играть, и Клэптон подсказывал аккорды. Что, конечно, абсолютно ерунда. Тем не менее. Но это дает такую живость. Действительно, это слышно. Там тихонечко мимо микрофона Клэптон поворачивается, басисту кричит. Ми! До диез! И это все очень-очень кайфово. Но при этом идеально все сыграно. Все мгновенно меняют аккорды, и Клэптон играет фантастически. Очень-очень здорово. Поет шикарно на всем альбоме здесь. Ничто не сломит нашего брата Клэптона. Вот, ничто. И в конце финальный номер. Грандиозная Буги. Вуги. Клэптон возхи. Фадор, 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 называется. Номер, я забываю название песен. Очень часто. Но это ничего. И это разгул полный, как говорит один московский товарищ, трэш и угар. Настоящий трэш и угар блюзовой гитарной игры. И всей группы. Группа веселится. Вот это слышно, что идет кайф, идет веселье, идет задор. Музыканты получают удовольствие огромное от концертирования. Это все передается сюда, нам с вами. Поэтому очень эту пластинку рекомендую. Кто бы что про Клэптона не говорил. Опять-таки я повторяю в 25-й раз. Это очень хорошая запись, и я ее очень люблю. Собственно, что я могу еще сказать. Критики... А, вот, вот в чем дело-то. Критики говорят, что Клэптон был страшно недоволен сопровождающим составом. Хотя, опять-таки, повторю, чушь собачья, потому что это не сопровождающий состав, это группа, которую Клэптон собрал, записал два альбома на протяжении трех лет с ними и поехал в тур. А потом он сменил состав музыкантов, потом он стал играть немножко другую музыку и поменял музыкантов, причем не всех. И из этого критики сделали вывод, что он все разогнал свой вот этот вот сопровождающий состав, который не знал, какие аккорды играть. идите к критикам, я обращаюсь, идите вы куда-нибудь все подальше в свои кабинеты, пишите там друг для друга свои поганые статейки. А мы будем слушать отлично музыку. И пить. Вот я пойду пить. Все, давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok